Привет! Добро пожаловать в Волокна Пару! Тут у меня повар рядышком. Очень вкусняшную вкусность мама готовит сегодня. Мы купили гречневую лапшу. Это по мотивам нашего похода. Вок-то-вок, да. Очень она вкусная. Причем у нас вкуснее получилось, чем там, я считаю. Мы ведь вчера делали. Да, вчера делали. Гораздо вкуснее получилось. Ну и сейчас мама поделится с вами своим рецептом. Вок-то-вок. У нее вкуснее все получилось. Интересно поближе эту лапшу посмотреть. Вот она прям порционно перевязана. Она не похожа вообще на лапшу. Как будто бы какой-то коврик японский. У нас это сенсой. Но наверняка эта лапша продается под разными марками. Вот. У нас две тарелочки с прекраснейшей. Я бы даже ее лапшой не назвала. Она больше на макароны похожа. На человечков похожа. А ты говоришь, на что похожа? На макароны. Ну, на спагетти. Да. Такая спагетти. У них лапша. А это что, что, что рассказываете? Это твое язвейка. Шампиньоны, лук. Капуста, помидоры, морковка и что еще там? И яйцо. И надо попробовать. Это мое все то же самое, только с креветками. И все это нужно, как у них там вся лапша перемешанная. Да, все перемешать. Все еще можно залить соевым соусом. Да. И еще можно вот табаско. И еще можно еще раз табаско. Вот такими соусами. Вот такими соусами еще можно все залить. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Перемешали все. Да. Надо еще попробовать. Всем привет. Привет. Добро пожаловать во Волок на пару. Как вы уже поняли, у нас произошел небольшой казус. В общем, сюрприз перенесся на пятницу. По техническим причинам. А про что ты хотела сказать? Я вообще про видео, которое непонятно каким-то образом загрузилось в 8,5 минут, хотя у меня числилось полное. Здравствуйте. Мне пришлось его второй раз загружать, и вы уже поздно его получили. Те, кто успели посмотреть первую версию, пожалуйста, заходите, полная версия готова. Стаса 91 и под вторым уже написала комментарий. Молодец, спасибо. Вот. Ну да, и наш сюрприз, который мама решила сделать, он тоже перенесся по независимым от нас причинам. По техническим от нас причинам. Мы были готовы к сюрпризу. Сегодня у нас был, знаете, день под стать погоде. Вот такой какой-то... Ну, вы видели уже рецепт, так что мы будем быстренько анонсик. Сегодня, вот сегодня выходит влог, и сегодня с 13.00 на моём канале вы можете увидеть видео про... Боже! Наверное, из-за этого похолодало. И скоро снег пойдёт. Про покупки в Дермке и про коробочку Бьюти Бокс. Вот. А сейчас мы расскажем вам о своих покупочках в Ривгоше. Нас туда занесло, потому что меня надо красить. Давай сначала свою краску показывай. Я крашусь... Вот меня очень часто спрашивают, каким цветом. Вот такая краска Лореаль. Кастинг Крем Глосс. И называется этот цвет какао со льдом. Это то, что тёмное. В прошлый раз мы светлые пряди покрасили... Другой какой-то. Другой какой-то. Экселанс, по-моему. Не помню. Ну, мы показали её, по-моему. Она меня не очень сильно взяла. И мы решили взять такую же. Из этой же серии. Она светло-светло-русый перламутровый. Осветление. Питание осветления. Номер у неё 1021. Ну, посмотрим. Посмотрим, что получится. Если повезёт, меня завтра покрасили. Если повезёт, чуть-чуть. Если повезёт, чуть-чуть. А я лоханулась и не заказала в Эрифлейме гель для волос. Когда я хожу на работу, мне нужно загелить волосы, а то я становлюсь Пушкиным. И у меня в разные стороны волосы лезут. Поэтому мы купили... Первый раз я покупаю вообще гель для волос, не в Эрифлейме. И купили Тафт. Первое, что попалось... Шварцкоп. Шварцкоп, да. На глаза. Она вкусно пахнет, кстати. Пять. Тебе давайте поймём, пать. Ой, да. Вот это я иду так и запах. И у него фиксация, мега фиксация пять. Без склеивания, без следов и без спирта. Невидимая фиксация. Офигеть. У меня теперь будет невидимая фиксация. Ну? И ещё мы купили... Уже использовали. А. Ещё мы купили педикюрные носочки. Они там по акции шли две штуки по, наверное... 999 рублей. Да, вообще. А самое главное, что первый раз нам повезло, и мы купили любимые мятные. И вы знаете... Потому что до этого мы только розовые почему-то покупали. Вы знаете, мы первый раз их купили, мы первый раз их использовали, и это было нечто. Ноги так похолодали. Просто у меня горели прямо. Ну, это и есть похолодели. Ты в прошлый раз маску нанесла, и я говорю, ой, какой холодок. Ты говоришь, горит, всё горит. Это вот как раз охлаждающий такой эффект. Я даже когда горячей водой начала мыть ноги, они у меня всё равно холодные такие были. А я помыла ноги, носки одела. Холодно! Завезла под отъел и грелась. И ещё купили вот такие спонжики, которые мы регулярно покупаем. У меня почему-то один спонжик уже порвался. Вот так вот. Наверное, маски снимаю тру сильно. И теперь отвечаем на вопросы. Один да вопросик. Один будет? Да, один вопросик сегодня. Про... Про цыган нас спросили. Ой, а про цыган надо найти, кто задал этот вопрос. Ну, ты пока начинай. У меня, у самой, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, не было никаких встреч с цыганами. Но у одного мальчика с работы, ну, это было давно, наверное, тоже лет 8-9 назад, у него была встреча. Мы тогда работали на Курской, метро Курской. А там рядом вокзал. И он домой ездил на электричке. Он только получил зарплату. Сел в электричку, и, главное, он говорит, я не купил себе ни пива, ничего, вот вообще ничего не купил, просто сижу, никому не мешаю, еду в электричке. Сижу, подчиняю примус, никому не мешаю. Тут приходит цыганка, ширмыр что-то она ему говорит, он говорит, не, не надо, не надо мне гадать. И вот он говорит, я просто отключился и включился уже, когда доехал до дома, без денег. Обалдеть. Денег уже не было, представляете? И просто на следующий день он очень сильно опоздал, и когда он уже вернулся, он говорит, мне даже не на что было доехать обратно. Вот историю написали, что билет, она спросила, ты билет хотя бы купила, а тут у него на следующий день денег на билет не было. Так, я не нашла, ты пока ищи. Я поняла, что я не гипнабельна, еще когда я училась в школе. У нас был такой скверик, в котором цыгане промышляли, и меня одна цыганка как-то... Ольга Т. задала вопрос. Да, вот ты видишь, быстро нашла. Она меня как-то к кустам прижала, и что-то там рассказывала, рассказывала, рассказывала. В итоге я просто рассмеялась, на что она меня там обозвала по-всякому. Сказала, что... Ты ведьма. В общем, я проклята на эти вечные, да. И, вы знаете, я никогда на них не обращала внимания. Но у меня был очень интересный случай. Мы втроем, еще с двумя моими подругами, это уже было, когда я училась в аспирантуре. Ну, то есть такие взрослые тетеньки по 30 лет были. Мы проходили мимо библиотеки Ленина, и к нам подошли две цыганки. И вот мы с одной барышней прошли мимо. Идем, 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 а третья осталась. Потом мы отошли, уже стоим, разговариваем. Я говорю, господи, ну, долго она там будет с этими цыганками разговаривать? Смотрим, она им что-то передает. Представляете? Я-то вообще девушка такая стеснительная, я бы никогда не смогла ругаться, вот так вот пойти, что-то там обратно требовать. А эта вот Наташа, она очень боевая всегда была. Она говорит, сейчас я пойду разберусь. Представляете? В общем, короче говоря, это наша барышня. Сняла кольцо, с пальца отдала им и общественные деньги. Но это как потом выяснилось. В общем, Наташа пошла, их там на них наорала, все у них из рук повыдергивала. И они так быстро ретировались, сели в автомобиль, тут же стоял какой-то автомобиль шикарный, они в него сели и уехали. И мы эту Валю спрашиваем, как ты могла? Она говорит, я не знаю. Но на самом деле вот эта Валя, она действительно, наверное, очень подвержена гипнозу, внушаема, потому что, вы себе представить не можете, она сколько раз рассказывала, что я даже не знала, что такое происходит. Оказывается, тогда в Москву приезжали какие-то красивые парни из Прибалтики, совершенно без денег, и вот так вот подходили к девушкам на улице, делали им пару-тройку комплиментов, но по тем временам девчонки десятки им отдавали. Вот Валя так отдавала десятки. Это как вы ищите женщину, меня так однажды тоже, с закрытыми глазами. Представьте себе, Ницца, пляж, красивый брюнет. Закройте глаза, я закрываю. Меня в воду, забирают в сумку и исчезают. То есть, понимаете, это должен быть какой-то, наверное, склад психологически, или там мозги какие-то должны быть, я даже не знаю. То есть, вот таким образом её эксплуатировали. Самое главное, вот самое главное, не идти на визуальный контакт. Если вы с цыганями не идёте на визуальный контакт, всё, это уже 50% успеха. Помнишь, у нас было просто, это было невероятно. У нас случай был, у девочки в Эрифлейме, вы все практически знаете, кто в Эрифлейме работает, поэтому я не буду называть её имя и фамилию, но она открыла дверь, ей позвонили, она открыла дверь в квартиру, и все деньги, которые она копила на квартиру, она отдала. Просто она открыла дверь спросить, кто звонит. Я не помню, потом ты мне скажешь. Она просто открыла дверь, кто там, ей что-то сказали, она открыла дверь, и следующее, что она помнит, это она стоит перед открытой дверью, и там уже никого нет. А она отдала деньги. Причём она говорит, я понимаю, что они не могли найти, ничего не перевёрнуто, я их просто отдала. Кошмар. Все деньги, а у неё там было уже больше миллиона. Представляете, это просто, вот это не сказки сказать, не пером описать, какой-то страх. Так что вот, были у нас такие случаи. Всем желаю, чтобы такие случаи были просто исключены. У меня мама очень любила всегда цыган, и очень любила, и, кстати, Анин папа тоже. У меня мама, и вот муж мой, они по году одинаковые, козы. Безумно любили цыганскую музыку, и вообще вот... Не, ну цыганскую музыку я тоже люблю. Я не люблю. Я никогда этот театр ромэн не любила. У меня мама просто сходила с ума. У нас даже была фотография, тогда была в 50-е годы, очень знаменитая цыганская певица, Ляля Чёрная. Мама там с ума сходила по её романсам и так далее. То есть, понимаете, вот есть люди, которые предрасположены, видимо, к ним и к их воздействию, а есть люди, которые стойкие. Главное не идти на визуальный контакт. Контакт. Это уже 50% успехов. Всё. И вот так вот сразу. Всё. Спрятались, ушли. Вот. Наши сегодняшние благодарности. Я сегодня благодарна за... Ороженое. Ой, какая ты болтуха. Просто ужас. Все тайны выдают. У меня было плохое настроение. Мы поели мороженое. А ну, лучше. Несмотря на то, что остатки торта нас ждали. Кто видел, наверное, в Инстаграме, меня вчера день рождения догнал. Посмотрите, в Инстаграме просто офигенный торт. Но он ещё и очень вкусный. Как у неё называется? Это вкусняшки от Дашки? Да, вкусняшки. Вкусняшки от Дашки. Это вот моя подруга сейчас открыла такое дело. Бизнес. Так что заходите, заказывайте. Ну, она такой шикарный повар-кондитер. Она работала в отелях. В Балчук. В Балчук-Кемпинске, в Холиде-Ине. Ну, мы вам рассказывали, что она делает... Конфетки. Конфетки, конечно, работа. Ой, ну сейчас она просто шикарные тортики делала. Вот Анке она делала на день рождения торт. Мне на юбилей она восхитительно. Она детям сейчас делала с миньончиками офигеннейшие просто тортики. Так что заходите, смотрите, если вы в Москве живёте, очень рекомендую. Ну, просто реально вкусно получается. Я не знаю, может, у кого-то прям мега красиво, ну, прям у неё так вкусно. Этот торт... И красиво, и вкусно. Мне нравится. Нет, ну, бывает просто художественно, прям художественно-художественно как-то. А тут прям вот настолько вкусно. Этот торт, он проскальзывает, его незаметно. Заметно, на следующий день заметно. Это единственный его недостаток. То, что он проскальзывает, и просто даже не замечаешь как. А я благодарна за то, что у нас... Я думаю, ты уже сказала. Я ещё не сказала. За то, что у нас, знаете, какой-то такой дурацкий день был. Мы столько всего напланировали, но в итоге мы ходили-ходили друг за другом, слона водили по квартире. Честно, даже несколько повздорили. Но закончился день очень хорошо. Фу-фу-фу. Да, и как-то спокойнее. Мы даже некоторые вещи отложили на завтра, потому что в таком состоянии невозможно было... Например, покрасить маму. Да, я сказала, не-не-не, не крась меня вообще сегодня. Что-то не складывалось. Но в конце вот сейчас уже хорошее настроение, хороший день. А мы вам желаем, чтобы 1 сентября, кто что-нибудь делает 1 сентября, прошёл просто, гладко-гладко-гладко, без сучка, без задоринки. Я вчера не сказала, я люблю понедельники. Вообще, мам. Давайте пусть будет 1 сентября понедельником. Да. И напишите, пожалуйста, свою историю или какой-нибудь рецептик, потому что сегодня был день рецептика. Да? А мы вас очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-любим. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.